В парламенте Армении последние дни шумно. Депутаты ругаются, дерутся, бросают в друг друга бутылки. Налицо факт политического кризиса. Собственно, этого стоило ожидать с учетом того, что банда Кочаряна шла в парламент. А внутри политической ситуации в Армении, к чему все это приведет, рассказал в интервью Зеркалас российский эксперт Олег Кузнецов. Даже несмотря на то, что Пашинян победил на выборах, внутри политическая ситуация в Армении не стабилизируется. Как вы считаете, с чем это связано? Я марксист и материалист в оценке событий политической жизни, поэтому за всеми социальными процессами я всегда ищу меркантильный контекст. Если в стране существуют и в той или иной форме проявляются элиты формирующих и финансирующих, олигархических кланов и внутриполитический кризис, следовательно, за всем этим стоит конфликт элит или олигархических кланов. Так называемый Карабахский клан, изгнанный Пашиняном и его последователями из политики, по-прежнему контролирует более половины реального сектора экономики Армении, а поэтому, опираясь на эти позиции, способен через экономику оказывать влияние на политику. Поэтому для борьбы со своими оппонентами Пашинян использует тактику военно-политических поражений, развязывая войну с Азербайджаном и проигрывая ее. Я не удивлюсь, если по результатам новой армяно-азербайджанской войны Пашинян сдаст Зангизур и Мегри только ради того, чтобы разорить Сержа Сарксяна, являющегося собственником горнорудных предприятий в Зангизуре и Кафане. Удержать за собой эти территории, на которых сегодня проживает максимум 50 тысяч человек, в среднесрочной перспективе все равно не удастся, поэтому я не удивлюсь, если что-то подобное случится. Армения раздирается изнутри олигархическими группировками, претендующими на место в большой политике, и это погубит ее государственность, а по мере того, как в страну будет поступать ранее обещанная западноевропейская финансовая помощь в размере 2,5 миллиардов евро, то борьба за возможность присвоить себе эти деньги только усилится. Именно в этом и заключается все материальное подоплека нынешнего армянского внутриполитического противостояния. Ожидаете ли вы, что в Армении может произойти переворот, либо это последнее издыхание карабахского клана? В Ереване расположено второе в мире по численности персонала посольства США со штатом в 1500 человек, из которых около 100 являются дипломатами, а остальные состоят на службе в корпусе морской пехоты ВМС США. По сути, под крышей посольства США в Ереване квартирует на постоянной основе свободная бригада американских морских пехотинцев, под защитой которой, кстати, Пашинян провел пару ночей после подписания Московского соглашения от 10 ноября 2020 года. К тому же в Армении сейчас имеется пара биологических лабораторий корпуса морской пехоты ВМС США с собственной охраной, как минимум 100 человек при каждой. Этих сил вполне хватит, чтобы подавить любой антипашиняновский пророссийский мятеж. С другой стороны, в Гюмри расквартирована 102-я база Министерства обороны России с парой РОДСИЛ специальных операций, а также эскадрильи ударных вертолетов фронтовой авиации на аэродроме Рибуни, в самом Ереване, сил которых вполне хватит, чтобы подавить любой антипашиняновский проамериканский мятеж. Естественно, речь идет о чем-то более серьезном, чем пародия на мятеж боевиков группировки Сасна Црер в 2016 году. Пашинян сегодня вполне устраивает всех внешних политических игроков, кроме Баку и Анкары. Поэтому он если и должен чего-то опасаться, так это одиночного покушения на свою жизнь, а не какого-то заговора или мятежа. Подготовку и осуществление которых в условиях современной Армении, наводненной агентами спецслужб всех ведущих стран мира, я считаю совершенно невозможными. Сейчас много разговоров о том, что Россия будет строить по-новому армянскую армию. С учетом потерь во время 44-х дневной войны, есть ли у Армении потенциал в том или ином виде восстановить свою армию? Лично я считаю эту затею совершенно бесперспективной. Чтобы создать новую армию, нужно вырастить новое поколение бойцов, а потом из них воспитать и обучить солдат, сержантов и офицеров. У Азербайджана, который создавал свои вооруженные силы практически с нуля, на это ушло, грубо говоря, 25 лет. Мой опыт преподавания в военно-учебных заведениях дает мне полное право утверждать, что подготовка профессионального солдата занимает минимум 2-3 года, сержанта – 3-5 лет, офицера уровня командира роты – 10 лет. Так есть в России, так есть в Азербайджане, так есть в большинстве стран мира. Мне прекрасно известно, что каждый боец спецподразделений азербайджанской армии Яшма прошел пятилетний курс подготовки на полигонах в Нахчеване, Турции и на Северном Кипре, из чего в Азербайджане никто не делает особого секрета. Армении также потребуется не менее 20 лет, чтобы заново отстроить свои вооруженные силы, и то при условии, если ее экономика потянет этот затратный процесс, в чем я глубоко сомневаюсь. Конечно, Европа или Россия могут накачать ее деньгами, на которые она закупит новейшие образцы вооружения, но где гарантия того, что у современных армянских военных хватит уровня общего образования и профессиональной подготовки, чтобы грамотно применить его на поле боя. Будем говорить откровенно, все без исключения нынешние армянские генералы и полковники, это сбитые летчики, виновники поражений, а не создатели побед. На старых дрожжах невозможно создать новое качественное вино. Поэтому без смены двух поколений офицеров Армении создать принципиально новую по качеству армию физически не удастся. За год-два можно только попытаться сделать версию 2. Воль ранее уже разгромленной армянской армии, чтобы подставить ее под новый разгром. Для Пашиняна в его борьбе с карабахским кланом это вполне приемлемый вариант, и Азербайджан будет только рад ему, так как новая армяно-азербайджанская война снимет все ныне существующие спорные вопросы между Баку и Ереваном. Субтитры создавал DimaTorzok